ребят всем привет на нашем канале в гости к Жанне и Сергею сегодняшнее видео я вас снова приветствую на своей кухне и хотелось бы продемонстрировать вот такие пончики чтобы хотелось рассказать по этим поводу по этому поводу пончиков значит вчера я была в гостях у своей кумы и поразил сам рецепт рецепт настолько прост ну как бы я привыкла у нас корова мы все на молоке все на кислушке на кефире здесь все очень просто ее дочка пекла вот такие вкусные пончики я взяла рецептик настеньке большой привет и вот сегодня решила с вами поделиться посмотрите какие они пористые какие они классные с вами поделиться вот таким вот воздушные нежные легким рецептом на самом деле я не готовил их никогда мы всегда делаем опару мы всегда ждем мы всегда большую массу теста наводим вот так как я вчера у них это попробую мне очень понравилось воздушные пористые посмотрите давайте вместе начнем готовить ну что поехали ну что смотрите я вам сейчас расскажу не буду на этом и заострить свой акцент значит 250 грамм теплой водички в ней же мы растворяем пачку быстро растворимых дрожжей на 3 час дрожжи пошли уже с добавлением для сдобы с добавлением ванилина и сюда же мы добавляем полторы столовые ложки сахара немножечко дать дрожжам ожить моем случае все растворилось минут 5 вода теплая дали к этому же массе к этой массе или к этому тесту соответственно добавляем посмотрите 350 грамм просеянной муки и потихонечку начинаем без комочков тесто без комочков тесто тесто аккуратно венчиком все это размешиваем дрожжи шоссе нашли в бутонах так постепенно несколько приемов эту массу вот она нагрустеет повторюсь сама делаю первый раз но вот этот бомбический давайте пробовать вместе я вчера готовым сейчас намешу тесто посмотрим что будет дать тесто я приготовила повторюсь делаю я это чудо блюдо первый раз объем теста конечно очень маленький мы привыкли больших объемов делать давайте попробуем далее что делаем далее мы это все скалочку муки чуть-чуть раскатываем на сегодня коврик вот таким вот попробуем кружочки можно вырезать любой кружочкой я сегодня хочу попробовать наверное давайте потоньше сделаем мука мука цветочки вот так у серебочки соответственно еще делаем дурочку вот такие попробуем сами сделать вот здесь и Вот такой цветочек. Надо сказать побольше или нет. Посмотрим, что получится. Ну и что. Ну и так, в принципе, не буду ваше время занимать. Так, в принципе, все наше тесто вот таким макаром наденываем. Вырезаем кончики, обычные кончики. Круглые, но у меня тут цветочки. Ну что, сейчас покажу, как это делать все обжарилось. Вот такие кончики. Вот так до конца. Так, что делаем дальше? Дальше мы поставили в кастрюлю с толстым дном масло. Налили бутылочку обычного подсолнечного. И каждую ватрушечку из теста. Обжариваем во фритюре. Смотрите, какие получаются. Далее покажу. Вот так они у меня обжариваются. Поднимаются. Далее покажу, что будем делать дальше. Вот посмотрите, что мне хотелось сказать по поводу рецепта. То, что я сначала делала цветочком, мне не понравилось. Это не то. Должны получаться вот такие. То есть вырезаем, соответственно, стаканчиком. Посмотрите, какая красота. Все горячее. Далее. Ну и тут все просто. Кто ел пончики, знает, что надо делать далее. Да, еще на мою семью порция маловато. Если хотите, примут, поесть, поесть перед телевизором. Ребят, советую просто. Теперь я уже сама попробовала в двойном размере эту же порцию. То есть все умножаете на 2. Ну что, всем приятным аппетитом. Пойдем пить чай. Вот с такой красотой и вкуснотой. Дело в том, что я их вчера пробовала. И далее, что хотелось бы сказать. Не забывайте подписываться на наш канал. Будем очень вам рады. Канал наш универсальный. На нашем канале вы найдете все и обо всем. Не забывайте также ставить лайки. Ну что, всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок